привет друзья не пугайтесь пожалуйста этого интерьера этого фона этой моей позы если что мы не у меня дома сегодня не совсем обычный давайте скажем прямо совсем необычный выпуск то такая дело в том что часть наших подписчиков изъявила желание послушать что-то такое ламповое ностальгическое о чемпионатах европы поэтому сегодня мы решили пойти на такой эксперимент и записать такой ностальгический романтическо-сентиментальный контент для вас но не ретро единым сегодня во второй половине программы безусловно мы расскажем вам о каких-то свежих новостях связанных с актуальными проблемами украинского футбола ответственным за это с моей небольшой помощью будет андрей петрович сенькиф ну что если все готовы то прижмитесь покрепче свои кресла можете взять чайок что-нибудь еще приятное и перенесемся на нашу виртуальную машину времени на 33 года назад друзья если вы до сих пор не зареястрированы на сайте нашего партнера компании паримач то зараз уникальный хороший крутой момент это сделать прямо сейчас один раз в год появляется такая штука как в финале чемпионов челси против манчестер сити будет очень большой ассортимент разных ставок можно будет зарядить буквально на будь что ну и не забывайте будь ласка про велкам бонз від компания паримач розмир 2,5 тысяч гривен на перший депозит все детали у закрепленном коментаре під цим видео друзья честно говоря я вот часто задумывался над вопросом почему я прекрасно помню все самые первые турниры которые я увидел свою жизнь я имею ввиду большие турниры и реально мне тяжело вспомнить даже кто играл в полуфиналах последних чемпионатов мира европы это необъяснимый феномен но у меня есть две версии потому как это работает во первых в те времена когда я начинал смотри футбол информации было просто вы не представляете себе во сколько раз меньше то есть все что мы могли черпать европейском футболе это была маленькая колонка в газете советский спорт и какие-то наши попытки заглянуть за мощную скважину этого железного занавеса благодаря единичным фрагментом которые показывались допустим там программе футбольное обозрение информации было реально 0 и вот всю эту информацию я будучи школьником потреблял просто по максимуму поэтому мы смотрели все матчи чемпионатов мира европы благо тогда еще форматы были другие матчи было намного меньше и каждая минута предвкушение такого турнира это уже было событие сейчас вы понимаете мы абсолютно избалованы и вот когда я копаюсь в чаше своих воспоминаний я понимаю что вот эти вот первые мои чемпионаты мира европы они реально заполняют большую часть этой чаши и эту жидкость уже очень тяжело вычленить всей новой информации стереть эти файлы из своей памяти у меня не получается друзья как многие уже догадались сегодня я буду говорить о своем первом чемпионате европы и этот же чемпионат стал по сути дела последним большим достижением украинского футбола вы понимаете почему украинского потому что вы прекрасно помните кто был тренером сборной советского союза в 1988 году и какая команда составляла в общем-то базовый клуб для этой сборной я понимаю многих может быть нервирует или напрягает то что я буду сегодня говорить о сборной ссср но давайте скажем честно что ностальгия у каждого из нас связано прежде всего с детством это когда ты смотрел футбол а потом переполнены впечатлениями выбегал во двор и у нас не было тогда майк с фамилиями мы рисовали их там чем попала у себя на белых футболках и играл соответственно вы в криштиану роналду и месси а мы в заварова или марадону и так получилось что я попал на футбол в тот год когда криштиану роналду появился на свет 85 год понимаете это было совершенно другое время и отмахнуться от этого невозможно потому что я родился в той стране в той стране я был сформирован как личность я вырос на культурных прежде всего григо культурных идеалах той эпохи то есть это книги того времени это песни того времени это прежде всего футбол того времени если бы простите меня я вырос на футболе нашего сегодняшнего времени думаю я быть в этом кресле не сидел мне не было бы желания посвятить свою жизнь футболу и так лето 1988 года я окончил второй класс и вот с момента когда прозвенел последний звонок я только и делал что готовился к этому чемпионату европы и понимаете в те времена еще до нас не дошли наклейки по мини и все что мы могли потреблять из цветного яркого и красочного это был журнал который назывался берни я как сейчас помню просто когда я впервые его открыл это было невероятное ощущение того что ты находишься где-то на западе я так понимаю что он был просто издан и переведен во всех странах чьи сборные были представлены на том чемпионате а их было всего 8 и я до сих пор помню что начинался этот журнал комиксами про этого самого зайчика берни был талисман чемпионата и честно говоря наверное это был самый симпатичный талисман всех последующих турниров которые я помню я помню прекрасно этого зайца его два напульсника на руке причем мы советские дети вообще не понимали что это за разноцветные повязочки но выглядело очень прикольно и вчера когда я вспомнил про этот журнал я набрал в гугле в поисковике журнал берни 88 и по первой же ссылке я увидел что его можно купить купить у какого-то человека в украине за 20 гривен и пока я об этом думал мои пальцы уже набирали заказ и вводили свои данные и я надеюсь что сегодня после выпуска этой программы я пойду на укрпочту и заберу этот журнал потому что он был реально клёвый потому что там были цветные фотографии я не могу забыть что в этом журнале был раздел который назывался уроки футбола и в этом разделе игроки клуба кельн это были точно датчанин флеминг-поульсен и какой-то игрок сборной германии показывали какие-то футбольные трюки и я помню что когда я просмотрел фотографии этих трюков я вышел во двор и в тот же день я попытался уже сразу же эти трюки использовать на футбольном поле я точно помню что это были два финта который вы наверняка знаете первое это пробрасывание мяча между ног сопернику а второе это когда ты принимаешь мяч на бровке ближней бровки ногой пробрасываешь мяч вдоль бровки а потом оббегаешь соперника с другой стороны по внешнему радиусу и эти два финта тем летом стали моими личными трендами на площадках одессы где я тогда соответственно жил что касается флеминга поульсона то так получилось что с этого момента он стал одним из моих любимых футболистов и знаете я тоже часто думал о том как это вообще происходит как это работает что ты ну как бы своеобразно влюбляешься в какого-то игрока и я подумал о том что происходит это чаще всего во времена когда мы являемся школьниками то есть какой-то до пубертатный возраст до когда в твоей жизни еще нет опыта вообще никакого общения с противоположным полом и наверное как бы твоя страсть или любовь какому-то футболисту это некая сублимация я практически уверен на сто процентов что для того чтобы вот так вот у тебя что-то щелкнуло и ты прям реально стал фанатом какого-то игрока то достаточно каких-то обычных вещей которые происходят у тебя когда ты влюбляешься в какую-то там девушку то есть тебе может нравиться ну конечно и внешность прежде всего тебе может нравиться ее имя я прекрасно помню что однажды наверно классе уже в седьмом мы были в гостях какой-то компании и какая-то там девочка предложила мне разыграть ее одноклассницу из другой школы и у одноклассницы было имя каролина навицкая когда я услышал эти имя и фамилию я просто влюбился в нее сразу я не видел ее не на фотографии я никогда с ней жизни не общался потом я позвонил ей по телефону мы устроили какой-то розыгрыш и еще где-то полгода или год пока она не уехала в сша я звонил каролине там чуть ли не каждый день мы с ней очень мило общались и максимум на что меня хватило это один раз приехать к ее школе и посмотреть из-за угла на то как она выглядит кстати выглядела она очень мило и каролина если ты меня сейчас слышишь или видишь находясь где-нибудь там не знаю в лос-анджелесе или в майами то я передаю тебе привет вот то же самое случилось наверное у меня в истории с флемингом пульсом и я потом анализирую все свои футбольные любови и понимаю что это все работало именно по этому принципу имя и фамилия игрока какая-то миловидная такая внешность и именно от этого наверное в мой список попали стив макманоман рихард виджиги гаис камин диета то то есть видите я не был glory hunter то есть по сути дела это не были футболисты которые получали золотые мечи да то есть футболисты которые входят во все рейтинги топ-10 или топ-30 лучших игроков в истории мирового футбола но это люди которым часть моего сердца отдана навсегда как позиционировала себя тогда сборная ссср как чувствовали мы себя и и болельщики в то время но восемьдесят шестом году сборная сср показала футбол высочайшей степени качества на полях мексики на чемпионате мира и было такое ощущение что сборная сср вот она не сказала последнего слова но она обязательно его скажет в 88 на чемпионате европы тем более после феерического матча на стаде франс отборочного матча к этому самому турниру когда команда лобановского убрала францию францию в своем топовом состоянии францию действующего чемпиона европы но подготовка была очень разноцветная в восемьдесят восьмом году в феврале во первых мы залетели сборной италии 1 4 и я помню что в том матче просто руджеро рицетели и компания они делали все что хотели с обороны советского союза а какой-то всплеск надежды появился на традиционном турнире четырех команд это был турнир который восемьдесят восьмой и девяносто втором году проводился в швеции и тогда в апреле если не ошибаюсь восемьдесят восьмого года сборная ссср грохнула в швеции чемпионов мира аргентинцев 42 это был матч которым заваров литовченко и особенно протасов который забивал почти в каждом матче в тот период и зарекомендовал себя как главный нападающий этой команды они уделали и марадону и тролли и каниджу ну то есть реально аргентина в тот день не котировалась абсолютно в заявке сборной ссср на тот чемпионат фигурировала 12 игроков киевского динамо вообще надо сказать что лобановский вот весь период восьмидесятых вплоть до чемпионата мира девяностого года очень редко использовал в стартовом составе игроков из других клубов и анализируя это сейчас я понимаю что это были почти наверняка футболисты которых он бы очень хотел видеть в динамо в киеве но по каким-то причинам ну не получилось то есть во первых это был ренат досаев то есть вы прекрасно понимаете что если я тренер базового клуба и у меня в сборной играет не мой вратарь то есть не виктор чанов или не михаил михайлов то ну ты автоматически признаешь что вот тот вратарь он реально топовый он экстра класса и он лучше чем мои голкиперы во вторых это был конечно сергей олейников я знаю я общался с людьми того времени допустим с георгием кондратьевым который тоже играл минском динамо это же игра сборной ссср и они все говорят что лобановский очень хотел видеть олейникова динамо но по каким-то причинам не получилось это было части вагис хидиатуллин и наверное это был сергей родионов нападающий который забивал динамо в каждом матче кстати тоже один из игроков которые были моими любимыми в детстве но родионов игорь добровольский за своей слабой функциональной подготовки не попали на чемпионат европы как раз таки 88 а еще туда не попали два игрока без которых невозможно было представить себе эту сборную это павел яковенко и это иван еремчук два футболиста которые были игроками открытиями чемпионата мира 86 года их обоих к сожалению подкосили травмы и вместо этих игроков на чемпионат поехали алексей михаличенко и геннадий литовченко а про михаличенко я должен сказать отдельно этот человек который вообще то играл за олимпийскую сборную анатолия вышивца он был ее лидером и именно михаличенко и добровольский ну я считаю вдвоем выиграли олимпиаду 88 года в сеуле но между вышивцем лобановским существовал конфликт это все знают и потому что они не отпускали игроков своих команд к скажем так своему антагонисту и михаличенко присоединился к первой сборной только в мае 88 года и надо сказать что михаличенко был главная считаю звездой сборной советского союза на том турнире но не будем забегать вперед первый матч у нашей команды был против голландцев я вам скажу честно что я тогда не понимал наверное величие этой команды я как-то не отдавал себе отчета в том что голландия наверно главный фаворит этого турнира но что я помню точно я помню точно что во время первого матча угроза которая чувствовалась от голландии а то чувство у тебя когда у тебя сосет под ложечкой когда соперник переходит просто центр поля когда каждая просто передача делаем а голландцами она вызывала у тебя учащенное сердцебиение у тебя просто сердце падала куда-то в район желудка это ощущение вот ни с чем не сравнимо это ощущение столько в детстве это ощущение когда результат это вопрос жизни и смерти потому что сборную ссср в принципе втаптывали в газон и для меня тот матч это прежде всего несмотря на величие гулита лучшего игрока европы этого года это противостояние двух футболистов роналда кумана и рената досаева очень забавно сейчас анализировать то что вот я вспоминаю какими глазами я смотрел тогда на футболистов из моем понимании вот куман того времени это был какой-то мужик предбальзаков ского возраста это брутальный северный лесоруб то есть мне казалось что по дому наверняка ходит в голландских деревянных башмаках мне казалось что ему лет 35 понимаете сейчас когда я смотрю на это по сути детское лицо и лезу википедию и вижу что роналду куману тогда было двадцать три или двадцать четыре года я понимаю что он просто ребенок потому что я в этом возрасте только переехал из одессы в киев я не могу поверить своим глазам мощь этого человека она была ну феноменальная удар кумана это было трендовое понятие у нас во дворе то есть когда кто-то бил очень сильно там не знаю попадал в перекладину от которой шелушилась краска или отбивал нашим вратарям игравшим без перчаток ладошки то мы говорили это был удар кумана досаев в этом матче потащил таких ударов кумана наверное три или четыре которые были потенциально голами красавцами и я хочу сказать про досаева что это был вратарь понимать ему забить было очень сложно ему можно было забить только теми способами ну вас того расстояния каким забивали бразильцы в первом матче чемпионата мира 82 года он должен был не видеть момент удара как это было в случае с голом который ему забил эдер в том матче с бразильцами или удар должен был прийтись вот реально тупо в самую девятку как это было с сократосом том же матче к счастью он видел удары кумана он видел момент когда мяч вылетает как из катапульты и эти удары не летели в по самым паутином поэтому все эти удары он отбил и второй герой этого матча для меня был конечно же игорь биланов вы понимаете беланове существует один очень яркий стереотип все думают что беланов это такой извините выражение очень прямолинейный такой тугой такой рогатый понимаете чудак который бежал как ракета это к вопросу о знаменитой фразе пиле которая была обращена по поводу игры олега блохина извините я в легкой атлетике не разбираюсь и чудак который бил с пыра или с носка пенальти куда бог пошлет а бог послал как правило как правило туда куда было нужно так вот беланов на этом турнире и вообще гораздо раньше полностью опровергая все эти стереотипы беланов мог сыграть и как ложная девятка и как сейчас говорят знаете раундойтер то есть игрок который где-то открывается на фланге и смещается в центр беланов был потрясающим ассистентом и голевых передач такого класса какие давал беланов сборной ссср важнейших матчах я думаю что не отдавали даже многие playmaker лучшие советского футбола там аля давид кипиани юрий гаврилов я имею ввиду конкретно в сборной в частности лобановского в том матче белана выдал гениальный пас на василия раца гениальная голевая передача когда казалось бы атака захлебнулась отдавать было некуда штрафной был чистокол ног и он выполнил этот парашютик на дальний угол противоположный угол штрафной откуда прибежал раз но раз не умел забивать некрасивые голы и в том матче раз таких голов мог забить два оба с передачи беланова и к счастью один из них влетел в ворота и после этого матча это было ощущение ну какого-то невероятного какому сказать чудо потому что соперник был прекрасен я хочу сказать что у голландии в том матче марка ван бас на не играл в основном составе он вышел только на замену потому что главным нападающим той сборной голландии априори был джонни боссман боссман забил не путайтесь с тем боссманом который впоследствии учинил революцию футболе революцию юридическую джонни боссман забил 9 голов в отборочном цикле марка ван бастон уже будучи даже игроком милана не попал стартовый состав он вышел на замену на 57 минуте и так по сути дела ничем не отметился но ван бастон в следующем же туре в одиночку обыграл сборную англии англия от которой ожидали триумфа потому что англичане провели сильнейший отборочный цикл бирцли барнс воду робсон линекер это была команда сумасшедшего уровня вышел марка ван бастон этот лебедь из утрехта и в одиночку эту команду просто убрал как будто ее не было и вы знаете о ван бастона я уже знал тогда и знали в принципе все пацаны которые интересуют футболом и знали благодаря одному единственному голу 80 по моему пятом году может быть шестом нам показали по телевизору гол забит иван бастонова в падении через себя а вы должны понимать что все дети которые играли футбол в советском союзе они мечтали только двух вещах своей жизни очень хотелось забить гол головой а желательно еще в падении как-то даже в пустые ворота даже с метра мы выбегали вдвоем пустым воротам и один набрасывал мяч другому если получалось и 2 так лобиком тыкал его в пустые ворота держась рукой за штангу и падал на коленке что потом рассказать всем что я сегодня забил гол головой в падении и главная мечта была конечно же забить гол в падении через себя это понимаете это было бы дворовая карьера была состоявшаяся если ты такое сделал мне это никогда не что я был очень негибкий и мы играли на асфальтовых полянах я боялся разбить себе голову или там еще что-то позвоночник и мой друг олег пархить к который кстати иногда присылать нам вопросы на шат это он забил такой гол правда не через себя в падении просто через себя и в воротах у нас был гараж и забила наверно с метра этот гол но вот олег после это очень козырный ходил несколько лет и мы знали что это пацан который забил через себя и голландский клуб den bosch для меня навсегда войдет в историю как тот самый клуб которому ван бастон забил вот этот культовый гол через себя в этом голе была максимальная эстетика футбола и идеальная передача и фантастический кульбит ван бастона и как мяч врезается в крестовину скакивает ворота это было совершенство это был эталон и не поленитесь посмотрите просто топ-10 голов ван бастона на замечательном аякс тв и вы увидите что по тем временам это был абсолютно совершенный нападающий феномен ван бастона в том что он начал играть в основе аякса в 18 лет когда йохан кровь ушел фейнорд и но поймите 18 лет это возраст когда вот сейчас мы говорим о том как тяжело пацану пройти этот путь перехода во взрослый футбол я не знаю как они в голландии это делали но у них пацаны были абсолютно готовы для того чтобы просто встать вот так вот в состав аякса вместо кройфа и сразу начать творить вещи иван бастон три или четыре сезона подряд вплоть до своего отъезда в милан был лучшим бомбардиром чемпионата голландии трагедия ван бастона в том что его карьера продлилась всего лишь там ну 9 или 10 лет он в 29 лет заявил о своем уходе из футбола просто бог не дал ему здоровья ну вот из этих десяти неполных сезонов 8 он провел на уровне не просто топовым это был уровень экстра класса просто рядом по сути дела никто не стоял и чемпионат европы 8 8 года это пиковый эталонный момент в карьере марка ван бастона вернемся к сборной советского союза вы знаете есть один такой замечательный стереотип что сборная ссср под руководством лобановского того времени провела два блестящих чемпионата вот чемпионат мира восемьдесят шестого года мексики и чемпионат европы восемьдесят восьмого года в фрг я вам скажу что это не совсем так прежде всего конечно от игра против венгров в восемь шестом году матч в котором ссср уделала венгров который перед этим выиграли бразильцев 3-0 со счетом 60 я считаю что абсолютно феерическая по содержанию была игра с бельгийцами которые мы проиграли во всем что касается атаки просто в том матче сборная сср за 120 минут создала такое количество моментов что будет на месте сборной германии или италии им бы этого количества моментов хватило бы чтобы выиграть весь турнир вот реально они бы забили бы вот за эти 120 минут из этих моментов бы там 7 голов вот ссср забил тогда 3 пропустив 4 и на чемпионате европы восемьдесят восьмого года сборная сср была одна только культовая игра против сборной италии и то понимаете феерия была там вовсе не в голевых моментах не в каких-то ажурных комбинациях феерия была именно в том как тактические команды физически подошла к тому матчу но мы еще к этому придем стратегия лобановского об этом вспоминали многие из игроков той команды с которыми я потом общался в частности олег кузнецов была очень простая мы выходим из группы вот это просто было вот одним глаголом выходим и в скобках выползаем просто просачиваемся нужно подчеркнуть любыми путями под воздействием страшных нагрузок тренировки высокогорье вот как-то выходим на классе на зубах и потом на супер компенсации когда нагрузки спадают мы начинаем всех убивать на чемпионате европы восемь восьмого года первый последний матч сборной сср от голландии до голландии разделила 13 дней вы просто подумайте пять матчей такого уровня за 13 дней и команда летала команда летала и в полуфинале и финале но об этом я скажу позже матч в группе были очень натужные ирландцы которые обыграли англичан первой же игре должны были нас хоронить там был фантастический гол ронни вела на который был забит в падении боковыми ножницами после подачи аута и честно говоря вот голов такого класса вот вот именно такого плана я не видел ни до ни после и просто повезло что во втором тайме протасов из ничего там с подачи опять-таки беланова сравнял счет и была очень неплохая игра против англичан в которой мы опять-таки играли больше вторым номером но идеально использовали свои моменты и вот в этом матче раскрылся прежде всего талант михаличенко человека который держал гули то большую часть времени в стартовой игре на турнире и человека который разгонял атаки завершал атаки в матче с англичанами и вот в этом матче команда уже бежала это было просто очевидно и рад сделать свои две голевые передачи и виктор посулька игрок черноморца на тот момент уже спартака тоже забил гол и для меня это было особенно приятно главный парадокс и тенденция группы в которой играла сборная советского союза заключается в том что сборная голландии которая выиграла турнир не должна была из этой группы вообще выходить голландцы решили свой вопрос в последние 10 минут матча с ирландии ирландии устраивала ничья и как потом справедливо сказал джеки чарльтон главный тренер сборной ирландии невозможно добиться результата когда ты играешь на 0-0 ирландии играла на 0-0 абсолютно осознанно голландцы бились головой об стену 82 минуты пока наконец не вышедший на замену вим кифт не забил страннейший гол который не подается законам там физики и природы потому что мяч ударился чуть ли не в две кочки одновременно и тем самым траектория полностью обескуражила пата бонера и если вы вспомните чемпионат европы 92 года то сборная дании который выиграет тот турнир абсолютно также не должна была выходить из группы и также решила свою задачу последние 12 минут когда ларс эльструб забил победный гол ворота команды франции в этом месте мы возвращаемся к рубрике шат и т потому что мой вопрос из прошлого выпуска был посвящен именно этой теме и именно теме ларса эльструб а вопрос звучал так в какую организацию вступили шведский мальчик по фамилии хольгерсон и один из чемпионов европы 92 года организацию с одноименным названием и как вы помните герой знаменитой сказки сельми лагерлев нильс хольгерсон улетел с дикими гусями чтобы стать большим а ларс эльструб чемпион европы 92 года знаменитый датский нападающий вступил в секту под названием дикие гуси после этого провел годы в медитациях после этого пытался покончить жизнь самоубийством и после этого стал скандальным эксгибиционистами стрикером он выбегал на футбольное поле в чем мать родила и пугал всех чем только мог первыми правильный ответ на этот вопрос дали алекс ведерников павло сбытнев и дмитрий текласт а сегодня с нами играет илья шинкаренко и я озвучу этот вопрос на языке автора цей турнир забрав на кращих футболистов своего часу за своего света роналдо роберто карлос анри фигу наката клаудио лопеста инщи организаторы постоянно закликала участников меньше говорит и больше диеты на тему турнире делала правила золотого гола переможный гол в финале было забыто головой после розыгрыша стандартного положения роберто карлос намагався выбитый мяч з линии варит але не зміг увага питання хто виконував гимн сего турниру друзья пишите пожалуйста свои версии под хэштегом штаты чтобы нам было проще их распознать и следите за нашими к ним коментариями полуфинальный матч ссср с италией предваряла одно интересное меркантильное обстоятельство дело в том что италия которая считалась фаворитом переругалась из-за премиальных вы просто послушайте какова была цена вопроса федерация хотела дать футболистам 110 тысяч марок 110 а футболисты требовали 125 а теперь на контрасте один маленький факт из лагеря сборной советского союза все дело в том что валерий лобановский перед турниром настоял на том чтобы сборная получила 10 процентов от итоговой премиальной суммы и эти 10 процентов составили 23000 марок когда футболистам это дали они реально не знали что с этим делать они чувствовали себя как герои фильма остров сокровищ которые наконец-то открывают сундук алексей михаличенко поехал в силу я так понимаю с частью этих денег и едва не купил там на олимпиаде автомобиль дэу который должны были привести в одесский порт теперь что касается самой игры узнать о ней сказано очень много есть специальные ролики на эту тему есть специальные огромные материалы которые приводят тактический разбор этого матча досконально кто с кем играл и как передвигалась каждая сборная я скажу только одно все знают историю о том что перед началом этого матча всем футболистам сборной советского союза было предложено ответить на один единственный вопрос анкета лобановского готовы ли вы все 90 если понадобится 120 минут без устали без паузы прессинговать сборную италии и все футболисты ответили основном состава как один да мы готовы и узнать есть в жизни наверно тоже такое состояние за состояние альфа когда перед тобой раскрываются все двери расширяются горизонты ты готов на какие-то открытия вот состояние в котором сборная ссср играла в том матче я бы назвал как состояние z олег кузнецов называл это состояние зомби а беда была в том что кузнецов то матче переусердствовал переусердствовал потому что получил личную желтую карточку получил ее только из-за того, что перед этим итальянцы срубили Бессонова, а в той команде, ну, как бы так было не принято. Если били твоего, ты должен был ответить. Ну, не сразу. Желательно поймать соперника с мячом, так, чтобы избежать какого-то жесткого наказания. Но Кузнецову не удалось. Он поймал Виали вот, так скажем, с хрустом. Увидел перед собой желтую карточку и стало понятно, что Кузнецов в финале не сыграет. Чтобы вы понимали, Олег Кузнецов на тот момент 24-летний защитник сборной Советского Союза был в том сезоне 11-м футболистом Европы по опросу журнала «Франсфутбол». А вообще в топ-12 или топ-13 попали Алексей Михаличенко на четвертом месте, Александр Заваров на девятом, и Олег Кузнецов и Ренат Досаев сразу за первой десяткой. Когда еще такое будет с нашим футболом? Сложно даже представить. То, что вытворяла сборная СССР в том матче в плане функциональной подготовки, оно шокировало реально даже итальянцев. Наши вспоминали, что полузащитник сборной Италии Джаннини во время матча покусывал себе зубами кисть руки. И они не могли понять, что происходит, зачем он это делает, что он имеет в виду. Только через годы, когда Михаличенко приехал играть в Санкт-Дорио и встретился с Джаннини в серии А, ему объяснили, что Джаннини таким образом задавал им вопрос, вы что, сырого мяса объелись? Потому что люди не могут в нормальном состоянии так играть в футбол. Перед финалом, куда просочилось через труп хозяев сборной Голландии, благодаря голу Ван Бастена, голу может быть не очень эффектному, но то, как он его забил, мог забить только один футболист в мире на тот момент, фаворитами считались голландцы. Почему? Потому что сборная СССР была на 24 часа меньше на подготовку, а вы уже понимаете, сколько сил было оставлено в полуфинале против Италии. И тем не менее, Лобановский, наверное, ошарашил своего визави Михелса тем, что сборная СССР в этом матче, наверное, впервые за турнир сыграла откровенно первым номером. Я допускаю, что такое решение было связано еще и с тем, что у нас не было Кузнецова, и в центре обороны пришлось играть Сергею Олейникову. Но Олейников это вообще не центральный защитник. Ну, это наверное, все равно, что сейчас поставит Шапаренко условно на позицию центрального защитника в сборной Украины. И Лобановский понимал, что если давление на ворота Досаева будет интенсивным, то в какой-то момент ошибка все-таки состоится. Первые 30 минуты этого матча Ринус Михелс, великий ужасный генерал Михелс, называл самыми тяжелыми, самыми ужасными в своей карьере. Потому что сборная СССР делала с Голландией то, что Голландия в первом матче турнира делала со сборной СССР. Это несчастье, что наши не забили в эти первые полчаса. Ну, а потом, к сожалению, ошибка после подачи углового, атаки второй волной. Гулит абсолютно один, выпрыгивает и забивает гол Досаеву. И надо сказать, что Досаев на том турнире пропустил 4 гола. Досаев был признан, безусловно, с большим отрывом, лучшим вратарем этого турнира. И вот все эти 4 гола были из разряда неберущихся. Мы можем говорить про гол который забил во втором тайме. И все говорят, что еще сто раз он ударит отсюда. Он никогда бы не попал. Но величие Ван Бастона именно в том, что он забивал такие голы тогда, когда это было нужно. В том матче было много обидного. Биланов не попал там с 5 метров. Пробил выше ворот. Тот же Биланов попал в штангу. Биланов не забил пенальти Ван Брекелину. Был момент у Демьяненко. Ну, говорить об этом можно очень долго. Но еще раз говорю о том, что в том матче все могло повернуться совершенно иначе. И, наверное, поколение голландских футболистов, вот это поколение Гуллид Ван Бастон Райкард Куман, оно заслуживало этого в не меньшей степени, чем игроки сборной Советского Союза. Вы знаете, тогда казалось, что это все только начало какого-то очень большого пути. И особенно после победы на Олимпиаде, которая случилась буквально через два месяца, мы все были уверены, что лучшее время этой сборной оно еще придет. Но на самом деле это был конец. Это был последний всплеск номинально советского и украинского при советском же футболе. Это был последний всплеск сборной Лобановского, потому что два года спустя на чемпионате мира Виталий, к сожалению, сборная СССР, постаревшая сборная СССР, проехала мимо формы. И суперкомпенсация наступила в матче против сборной Камеруны, когда ей уже ничего не могло помочь. Аргентина с Румынией сыграли так, как было нужно, не сговариваясь, один-один, и сборная СССР осталась даже без стадии плей-офф. Я скажу только одну вещь. У нас очень любят рассказывать про знаменитый пример того, как в 86-м золотой мяч получил Биланов, а лучшим футболистом Советского Союза был признан Александр Заваров, что вполне логично, потому что на европейской арене Биланов был действительно ярче, но в Советском Союзе все видели с марта по ноябрь, что Заваров был безоговорочно лучшим игроком. И мы часто любим говорить, что такое могло быть только в Советском Союзе. Это неправда. Это исторический миф. В 1988 году лучшим футболистом Голландии был признан не Марк Аван Бастен и даже не Рут Гулит, а тот самый Рональд Куман, про которого я рассказывал в начале этого выпуска. Друзья, пишите в комментариях впечатления от этого ностальгического подкаста. Пишите обязательно, какой чемпионат Европы у вас был первым, кто из футболистов произвел на вас самое сильное впечатление, в кого вы играли в своих дворах. И те, кто помнит чемпионат Европы 1988 года, составьте свою символическую сборную. Будет очень интересно сравнить с нашими впечатлениями об этом. Друзья, пора повертаться в реальность. СРСР больше не существует. Евро-88 больше никогда не будет. Сегодня 21 год, проблемы у украинского футбола. И мы отвечаем на ваши футболистов. И все выполнить невозможно. Иснують бюрократические моменты. Иснують моменты реально объективные, грубо говоря, когда нет стадиона, как у Вереса. Но одни команды без стадиона могут пропустить, другие со стадионом могут не пропустить. Примахаться, приюбаться можно до любого клуба. Главное, чтобы для этого была причина. Андрюха, это как на экзамене в универе? То есть тебя завалят в любом случае при желании главная симпатия педагога? Да, если педагог хочет отримать хабар, то как бы ты не был готовый, он все равно тебе не поставит оценку в заликовку. Так само и в течение ситуации проблемы в этих команд мали певное место, но они связаны не с тем, что они могут или не могут выполнять певные требования, а с тем, что в них есть певный конфликт с федерацией. Это клуб, который активно говорит о том, что есть коррупция в суде. Олимпик, я думаю, вы сами знаете ситуацию, а Десна – это клуб, который поддерживал Олимпик публично. Это единственный клуб, который это сделал. И, снова таки, до каждого из этих клубов можно примахаться. В Десне есть проблемы с подогревом поля, есть проблемы с стадионом. Насколько я знаю, за мою информацией, атестаційный комитет ОАФ надислав Десне перелик из 20 пунктов, за которыми Десна не подходит до УПЛ, ну, типа, не выполняет вимог УПЛ. Десна уже начать ці вимоги виконала, і все буде окей. Ну, в общем, ситуация також схожа, і також відомо, що у них проблем з проходженням атестації не будет. Больше проблемна і більш сувора ситуація, звісно, з Олимпиком, в якому прямо зараз банально нема де грати, на Лобановського грати не можна. Банікова їм не дають. Їм або потрібно змінювати місто, або просто забити і закрити цей клуб. Олександр Баконь, наскільки я понимаю, до сих пор не принял решение, остаётся ли он в клубе. То есть, вот эта вот адская концовка просто человека, судя по всему, выбила из колей психологически, ему нужно собраться с мыслями, понять, готов ли он дальше двигаться. И пока всё это происходит, пока эта ситуация не разберихи продолжается, Десна реально каждый день просто теряет игроков. Потому что Конопля вернулся в Шахтёр, Полегенько ушёл, Венгулец, Тамом и Будковским интересуются Ворсква. Один из этих двух трансферов, скорее всего, состоится почти наверняка. Есть интерес к игрокам группы атаки. Короче, защиты у команды вообще сейчас нет. Есть только Мостовой, не мальчик. Есть Гитченко, у которого уже закончится контракт, свободный агент. И в этой ситуации, наверное, придётся продлевать. По другим трансферным новостям ещё есть некая информация. Днепр один на данный момент потерял обоих своих латералей. Дубенчак отправляется в аренду в Динамо и не продлевает контракт с командой Тейлор. Скорее всего, Тейлора мы не увидим в УПЛ, потому что Динамо Шахтёрова не позовут, а заплатить прям кардинально больше, чем в Днепре. Ну, я думаю, у нас в УПЛ никто не может. Как Днепр будет решать эту проблему? Опять-таки, скорее всего, за счёт арендованных футболистов Динамо. Справа будет, скорее всего, Кравченко. Слева тот, кто не выдержит конкуренцию между Дубенчаком и Вантухом. Переговоры с Дугласом на финальной стадии. Дуглас, скорее всего, останется в команде, по крайней мере, пока на один сезон. Днепр один продолжает переговоры с Шахтёром по поводу Пехолёнка. И раз уж мы затронули тему Шахтёра и тему Дедзербе. По нашей информации, Дедзербе берёт на первый сбор, кроме Конопли, ещё и Бондаренко, причём обоих, включая Валерия Бондаренко из Александрии. Он берёт на сбор также Судакова. Он бы взял, наверное, очередьку, но очередька сломался в матче молодёжных сборных. И, скорее всего, подъедет ещё и Танковский. Что касается Пехолёнка, то, опять-таки, по моим данным, Пехолёнка Дедзербе на сбор не берёт. И тут уже вопрос, отправится ли он обратно в Днепр один или куда-то в другое место. За моей информацией, Шахтар хочет отримать за Пехолёнка один миллион долларов и плюс хочет включити в этот контракт умову про 20% с переподорожью. То есть Шахтар отримает 20% с переподорожью Пехолёнка в другой клуб. Есть там другие нюансы и переговорный процесс продолжает очень долго. Дело в том, что Шахтар очень часто изменяет умовы и никак не может договориться. Надеюсь, что это случится и Пехолёнок выйдет из этого ярма. По Александрии полная абсолютно непонятно, потому что там обновилось практически всё. Даже из тренерского штаба остался, по-моему, только тренер по работе с вратарями Андрей Ковтун. Ну а из игроков, вы сами знаете, 11 человек получили статус свободных агентов. Никто из них пока официально не трудоустроен. Что будет с игроками калибра Ковалец, Третьяков, даже страшно подумать. Я, конечно, не любитель трансферных инсайдов, но у меня их сегодня два. Первый я сказал. Второй – про потенциальный продаж футболиста Мариуполя в Колос. Это уникальная ситуация. Колос готов был заплатить за Дмитра Мишньова реальные деньги, но Мариуполь заявил, что он хочет за Мишньова 500 тысяч долларов. На этом трансферные переговори между теми клубами заканчивались. За все запитую про нового спонсора УПЛ, про который мы говорили по первому выпуску, и сколько там вообще будет грошей. За мою информацией, компания Вебет, про которую мы говорили, заходит УПЛ плотнее, чем мы думали, и она станет новым спонсором УАФ, спонсором сборного. То есть контракт будет и с УПЛ, и с УАФ. ФОВБЕТ отходит от УПЛ, а перематчик отходит от УАФ. За мою информацией, сумма этого контракта с УАФ и УПЛ равен 3-5 миллионов долларов в год. Это больше в 1,5-2 раза, чем сейчас получают от букмекеров и УПЛ, и УАФ. В прошлый раз мы говорили про то, что ФОВБЕТ платит в Украинской премьер-лезе 900 тысяч долларов в год. За мою информацией, перематчик платил УАФ в районе 1 миллиона. Сергей Король интересуется, откуда взялся Балуль, в Металле. Какой бюджет сейчас у клуба и какой будет? Ну, в этом сезоне, мы уже об этом говорили, бюджет порядка 0,5-0,7 миллионов УЕ. В первой лиге для того, чтобы ставить задачу выхода в вышку, обычно клубы заявляют бюджет 1-2 миллиона. Ну, 2, понятно, это уже при хороших раскладах. Что касается Балулли, то это результат связи Евгения Красникова во Франции. Откуда, собственно, Балулли и приехал. У многих из вас немой вопрос в глазах, зачем экс-игроку Леона и Монако, если не ошибаюсь, ехать в Металл? Ответ для перезагрузки карьеры. Так что здесь интересы на время совпали и у клуба, и у футболиста. Что касается Металла в целом, то у команды достаточно серьезные амбиции и усиление будет такое глобальное. Я могу сейчас анонсировать на 90%, что в команду придет бразильский защитник из Куритибы Майлтон. Очень приличный игрок, правозащитник. Скорее всего, это будет аренда. Но просто, чтобы вы понимали, номинальная цена этого футболиста при опции выкупа 1 миллион. И вообще, Металли сейчас готов. Видите, оговорочка у меня по Ярославскому, наверное. Металли сейчас реально готов бороться с многими клубами УПЛ за конкретных футболистов. Я думаю, что в ближайшее время вы получите конкретные подтверждения этого. Чем Металлист перебивает клубы УПЛ, я сейчас вам покажу. Вот этим. У нас есть вопросы о Олексея Михайловиченко. Вопрос этих реально много. И вы спросите, чем занимается Михайловиченко на посту первого вице-президента Украинской ассоциации футбола? Какая его функция? Олимпийский футбол, типа Украину на Олимпиаде в плане футбола? Что, народ, открывайте очи і зрозумейте. Всі ці ветерани, які приходять в Украинскую ассоциацию футболу, які приходять на керівні посади, вони там не займаються нічим. Вони там просто торгують лицем. По велику вигідно мати Протасових, Беланових, Блохіних, Бесонових, Михайличенків біля себе. Це дуже хороша свита. Коли він з ними приїжджає в якісь міста, це викликає певну повагу, ейфорію у мас. Цим же нашим ветеранам їм треба також за щось жити. Зарплату, яку вони отримують на цих посадах, їм би не запропонував жоден клуб. Вони б не могли виконувати жодну функцію. Тренерами вони бути вже не хочуть або не можуть, а за щось ж треба жити. Той же Маркевич так працює в цьому комітеті. Комітет збірних, Блохін, стратегічний розвиток. Якщо ви їх запитаєте про їхні функції, вони вам скажуть лише одне. Ми розвиваємо український футбол. Це банальні, прості речі і жодних функцій на них немає. Забудьте про це і ніколи більше навіть не згадуйте. Андрюха, я тільки виведу Владимира Васильовича Бессонова із-под удара. Він все-таки ще працює в «Динамо». Более того, він фактично займає должність Алексея Миколиченка після його уходу. Ну, я думаю, що… Или це той прогноз просто на будущее ближайше. Я думаю, що він теж буде його, так. Друзі, дуже приємно, що наша програма пользується серйозним авторитетом. І її ведущих слушають сильний миро сиво. Андрій Шевченко увидел прошлый выпуск. Услышав желание Андрея Сенківа видеть в сборной Романа Безоса. І вуаля – Безос в сборной. Андрюха, ти їдеш з кумиром в Бухарест в номера? В Бухарест я не їду, але реально мені приємно, що Безос їде на Євро. Круте закінчення сезону. Він в кращій формі, ніж умовний Коваленко. Я не говорю про Коноплянку. А їде вже? Ти вже таки впевнений? Я думаю, що його би не викликали, якщо би не включали остаточну заявку на Євро. Тому я впевнений, що він точно буде на Євро. Він навіть не розраховував на те, що полетить туди. Він летів на відпочинок зі сім'єю в Туреччину, і вже в літаку він підключився до інтернету. Йому прийшла повідома від адміністратора збірної, що от, ти їдеш в збірну. І, напевно, це єдиний випадок, це єдина професія, коли ти летиш на відпочинок, і тобі кажуть, вертайся на роботу, і ти, в принципі, отримаєш від цього задоволення. Я думаю, що в більшість випадків, в інших випадках, такої реакції немає. Що ж до Безоса, то він реально ударно провів травень, виступаючи на позиції атакувального захисника, на позиції, по суті, Буяльського, скажімо так. Він не буде прям першою опцією для Шевченка, я думаю, навіть не буде першою опцією для виходу на заміну. Дай Бог, щоб він взагалі зіграв хоча б якийсь час на Євро, але сам факт його поїздки мене тішить, тому що він останній час грав з травмою, і він просив лікарів, просив тренерський штаб все одно йому довіряти. Лікар забороняв йому проводити останній матч туру, але Безос через біль вирішив провести, щоб отримати цей останній квиток в потяг під назвою «Україна їде на Євро». Безос став найкращим футболістом плей-офф в чемпіонату Бельгії, типу плей-офф за лігу конференцій, він став найкращим гравцем, забивши чотири м'ячі, віддавши дві голіві передачі у шести матчах. За даними «Інстат», середня оцінка півзахисника за цей час становить 318 балів. Це найкращий показник у «Генті», він за цей час наніс 13 ударів у поворотах, віддав 12 ключових передач, зробив 20 фулів і виграв 67 єдиноборств. По всім цим показникам Роман найкращий футболіст своєї команди, ще в нього 22 відбори і це другий показник. Так що шукаємо на його перформанси у збірні України. Ну, як же без ставочки Віценківа, цього разу я буду завершати якраз на фінал Ліги Чемпіонів. В цьому матчу я поставлю на перемогу «Манчестер Сіті» на те, що Гвардіола нарешті візьме вухатого після довгої перерви. Це, напевно, тренер, який найбільше на це заслуговує. Кофіцієнт на перемогу «Манчестер Сіті» 1.93, я ставлю тисячу гривень. Полетіли. Друзі, як ми обіцяли, ми обов'язково побачимося після фіналу Ліги Чемпіонів. Андрій Петрович, по уважительним причинам, він потім вам сам розкажет, по яким не буде присутствие в студії. Пожалуйста, пишіть в коментаріях, кого би ви хотіли побачити в рангі совєдущого на цей необычний для нас випуск. Ну і, звісно ж, чекайте нас після следующого матчу збірній. Він відбувається 3 іюня проти Сєвєрної Ірландії. Я вкотримую вас, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і підписуйте всі свої села, всі свої міста, всі свої будинки і всіх, кого ви знаєте. Нам потрібні, нам потрібні саме ви. Побачимось. А що таке? Все якось помятує. Бухав, блядь, всю ночь. До пяти утра, блядь. Ну, не один же, я надіюсь. Ёпта ж. Я був на корпоративу трибуна, там вже 50 був, блядь. А, я думал, ти за Манчестер болів. Не, та там пиздець, блядь. Набухав, з лапти, блядь. А що пив? Віскі і ром. А потім вже не помню, блядь. Мені здається, що Саня Панков за спиною стоїть. Він вже тут стояв, коли ми робили розігрыш Олєєва. І зараз буде кричати. Який ти актёр? Ти чучела? Петушила? Безус став найкращим футболістом плей-офф, забивши чотири м'ячі, віддавши дві голіві передачі у шести матчах. Неличка його статистика за цей пері... Неличка статистика... Твоя мать, блядь. Рома, блядь! Що ти там, блядь? Є в тебе, блядь? Ромчик, ти що не в Бухаресті? І... Дух. Перепутав, бач, статистику трошки. Ну раз уж ти визвав збірну Безусу, будь ласка, приймай рішення, від кого ми збавляємся в витоковому списку. Коноплянка, Коваленко. Їм не місце у збірні. Коваленко зіграв за півроку лише три хвилини за талантом. Один має статися із цих двох. Кого ти оставляєш? Ну краще Кованка, конечно. Він красивіше.